В казино Playamo самые новые азартные развлечения, превосходные бонусы, а также огромное количество слотов, турниров, акций и прочих мероприятий. Также быстрые выводы выигрышев и отзывчивая служба поддержки. Если вам интересны онлайн-развлечения и уже есть 18 лет, то можете обратить внимание на данное онлайн-казино. Ссылка в описании. Мы то и дело слышим о том, насколько российский автопром ужасен, и не дай бог кому-нибудь купить Ладу Калину проблем не оберешься. И тут мало с чем можно поспорить, но в истории российских или советских автомобилей бывало разное. То и дело у конструкторов появлялись гениальные идеи, но по разным причинам прототипы так и не вышли на конвейер. Сегодня мы посмотрим на самые невероятные российские автомобили, которые так и не вышли. В 1979 году на ВАЗе возникла идея создания открытого четырехместного электромобиля для обслуживания курортов, выставок, парковых зон, ну и так далее. Ожидалось, что он успеет поработать на Олимпиаде в Москве, но в автомобиле не были полностью уверены, поэтому на праздник спорта он не поехал. Однако позже этот электромобиль участвовал на многих автовыставках, но за всю историю всего было изготовлено только два образца. ВАЗ Порше 2103. Результат сотрудничества компании Порше с ВАЗом в 70-е годы прошлого века. Да, было и такое. Конструкторы Порше предложили вот такой вот дизайн, но конструкторы ВАЗа с машины убрали весь в хром, включая молдинги и металлические хромированные бамперы, заменив последние пластиком в цвет кузова. Но в итоге автомобиль и вовсе не вышел, а вышел ВАЗ 2106, оказавшийся проще и дешевле в освоении. ГАЗ М-73 украинец советский полноприводный вездеход, в серию не вошедший, создавался в качестве гоночного болида для сельских механизаторов, что виделось в особенно актуальном свете идущего освоения целины. Испытания выявили высокую проходимость М-73, особенно по рыхлым грунтам и снегу. Позже уже на базе этого красавца и были созданы Москвич 410 и 411. Во второй половине 80-х годов на ГАЗе началась разработка нового представительского легкового автомобиля ГАЗ 3105, который впоследствии стал мелкосерийным. А серийный выпуск автомобиля около 250 экземпляров в год должен был начаться в 1990 году, однако исчезновение основного заказчика ЦК КПСС значительно отодвинуло эти планы. А какой был крутой автомобиль, учитывая то, что иномарки в то-то время особо не блистали дизайном. В начале 1960-х годов руководство СССР озадачилось созданием перспективного такси, способного стать одним из ярких символов достижений страны. Тогда и был создан прототип «Перспективное такси», так он назывался. Автомобиль имел несущий кузов, который представлял собой симбиоз стального каркаса и стеклопластиковых панелей обшивки. Модный в те времена пластик оказался материалом будущего, но на самом деле оказался малопригодным для массового производства. В итоге лишь один автомобиль успел поработать в такси, а проект забросили. Не состоялся и запуск производства миниатюрного сити-кара с весьма незаурядным экстерьером и не менее веселым названием «Гном». Речь об малолитражке с весом в полтонны и длиной 2 с небольшим метрой, посадочной формулой 2 в плюс 2. Архитекторы для авто идею позаимствовали у великой и ужасной Аки. От нее уже достались основные узлы и агрегаты. По планам объемы производства нового малыша должны были достичь 10 тысяч автомобилей в год, но модель на конвейер не встала. Переняв опыт западных коллег, вазовские мастера из центра стиля решили удивить мир созданием первого советского автомобиля с открытым верхом. Так на свет родилась Тарго, в основу которой легла стремительно набирающая популярность восьмерка. В салоне установили каркас безопасности, поверх натянули съемный брезент, а в передние стекла врезали форточки. Получилось, надо признать, довольно необычно, прям как из фильма «Назад в будущее». Семиместный вагон с таинственным обозначением «Х». Правда, он отправился на покой, так и не успев родиться. По слухам, концепт будущего автомобиля спроектировали в масштабе 1 к 4. И к моменту реализации полноразмерного прототипа должны были оснастить диковиной для нас системой кондиционирования и даже интуитивным круиз-контролем. Однако, дальше задуманного дела не пошло. Эксперты сетуют, что виной тому банальное отсутствие средств. Ну и, пожалуй, самым интересным вазовским проектом прошлого века является экспериментальной микровенной электрической тяги. Концепт в корне ломающий стереотипы о продуктах отечественной автоиндустрии продемонстрировали общественности в рамках парижского автосалона 1998 года. Надо отметить, у западных экспертов новинка вызвала небывалый интерес. Еще бы ведь, помимо того, что она была крайне эксцентричной внешней, так еще и обладала рядом инновационных примочек. Тольяттинцы интегрировали в рулевое колесо приборный щиток, кресла в салоне оснастили поворотными механизмами. В целом, выглядело все очень круто. Ставь лайк, если бы на таких русских автомобилях ты бы с удовольствием ездил, я бы точно. Субтитры создавал DimaTorzok